привет и добро пожаловать в демо как я и обещал в начале курса мы попробуем поднять кластер имея в арсенале лишь холодную голову горячее сердце и более менее прямые руки это не обязательно для экзамена и никак не повлияет на сдачу тем не менее проделывание этого упражнения сильно помогает понять внутренние процессы при создании кластера а также зачем мы пользуемся разного рода утилитами по автоматизации и так я в репозитории на github с названием ротора клауд hard way кластер у меня открыты два терминала и запущен virtual box на курсе мы выяснили чтобы иметь минимальную высокую доступность кластеры должно быть помимо балансировщика и рабочих нот хотя бы 3 мастер узла здесь мы говорим не продуктовом кластеры потому что собирать вручную такие вещи не имеет смысла поэтому мой план как и в случае с этапа с кубин балансировщик рабочая нода и два мастера мы собираем современный кластер версии 121 в качестве движка контейнеров будет контейнер и я разбил операции по главам а сама дома будет состоять из двух частей в первой мы готовим инфраструктуру и удостоверяющие файлы для компонентов а во второй все это связываем и тестируем что ж поехали переходим в первую главу подготовка виртуальных машин тут все просто и не смотри что там написано 168 гигов памяти это я поторопился и так и снял нам вполне хватит 16 далее у нас идут virtualbox и vagrant vagrant нас очень ускорит и сохранит нам желание заниматься кубернетос после настройки виртуалок но если ты хочешь сделать все сам без проблем тут есть ссылка какие требования нужны для базовых нод кубернетос чтобы сделать это автоматом я склонирую свой репо на локальную машину и сделаю vagrant up пока все грузится посмотрим скрипт вначале несколько переменных это нужное количество мастеров и воркеров также под сеть для адресации сети виртуалок она 192 168 66 0 далее прописано что адреса мастеров будут начинаться с единицы таким образом это будут 11 12 и 13 айпишник а для рабочих нод они будут 21 22 23 соответственно если такие ноды конечно будут в кластере как ты видишь у меня по умолчанию выставлена всего одна рабочая нода еще переменная с адресом балансировщика у нее айпи 30 в этой 66 подсети здесь все с у меня ubuntu 1804 тут прописан ее образ двигаемся вниз три блока по провизжен нингу виртуальных машин первый для балансировщика его название лб 2 блок для мастеров он организован циклом и за счет отвечает переменное количество мастеров объявленная выше третий блок такой же как и 2 но для блокеров процессе провизжен нинга у меня запускаются три скрипта это сетап хост low bridge nf traffic и апдейт dns давай я их покажу low bridge nf traffic делает то что требуется настроить на ноде и это описано в документации а именно рабочий модуль нет фильтр и разрешение на пересылку пакетов в апдейт днс добавление google dns 4 восьмерки для уменьшения глючности к днс сетап хостс прописывает эцетера хостс на всех виртуальных машинах для того чтобы они могли знать друг друга по именам такой список добавляется на каждую виртуалку вот в общем то и все что умеет делать этот вагрент файл и так все поднялось в качестве базы я буду использовать мастер номер один и туда и отправляюсь делая вагрент ssh control plane 01 первый этап балансировщик делаем его сразу чтобы потом навсегда забыть во втором терминале зайду на виртуальную машину lb здесь делаю команду ай пи эй чтобы убедиться на всякий случай что внешний адрес у этого экземпляра 192 168 66 30 да все в порядке теперь я скопирую команды для обновления и 5 и установки и чей прокси некоторое время подожду пока не отчитается что все а прокси установлен теперь я добавлю конфиг чтобы он раскидывал запросы по нашим мастер сервером ничего страшного что в конфигурации есть лишние мастера которых в данный момент нет в реальном мире и чей прокси достаточно умен чтобы не слать пакеты на неисправные сервера рестартуем службу и все с балансировщиком мы закончили теперь самое время открыть блокнот и перейти во вторую часть где мы будем обеспечивать ноды ssh ключами в своем штабе то есть на control plane 01 я создам ключ чтобы ходить на другие машины вовсе не обязательно все это делать на control plane это может быть вполне какой-то удаленный компьютер и так я генерирую ключ все оставляю по умолчанию нажимая enter теперь выведу его на экран и скопирую блокнот подготовлю команду для записи файл autorized keys после мне нужно запустить эту команду на всех узлах кроме балансировщика он у нас здесь не при делах далее я логинюсь на все машины и запускают там эту команду можно конечно это все автоматизировать но ради трех машин я не стал этого делать теперь поставим qtl на компьютер с которого осуществляется создание кластера скопирую команду для скачивания релиза на самом деле я еще буду ставить qtl на мастер чуть позже поэтому я мог бы пропустить этот шаг но для удаленного компьютера он будет необходим и так я проверил версию qtl 121 все окей теперь проверю что могу ходить на все мастера и walker и просто делаю ssh на ноды и выхожу окей все в порядке теперь перейдем к созданию сертификатов опять же вопрос где создавать там где есть open ssl и настроены ключи на пересылку готовых сертификатов у меня это control point 01 нам нужно сделать сертификаты для всех компонентов а также в первую очередь создать корневой сертификат делаю это копируя команду но вначале создам папку сердц на первом мастере и перейду туда итак мы создали сети и сей серти ключ и корневой сертификат для подписания других сертификатов тем самым мы создали центр сертификации нашего кластера следующий шаг создание сертификата для админа админ это пользователь со всеми административными полномочиями поэтому он относится группе систем мастерс копирую команды и на выходе получая админки и админ серти в папке сердц на control point 01 теперь мы начинаем с куб лет для его сертификата нужно добавить альтернативное имя айпи его ноды для добавления альтернативных имен в сертификат в opensl используется файл конфигурации скопирую его создам а затем запущу команды генерации ключей и так мы получили нот 01 key и нот 01 сети так как рабочая нода одна то куб лет будет тоже один дальше делаем этот же набор инструкции для контроллер менеджер куб прокси и куб шедуля для куб api сервер отличие будет в том что у него будет больше альтернативных имен в сертификате теперь эти сиди в этом сетапе у нас единый центр сертификации и документы и сиди будут заверены им же и наконец ключ для подписи токенов service accounts если тебе интересно как это работает я оставил ссылку на документацию остается только разослать ключи по нодам одни на мастера другие навокеры и не перепутать еще мы рассылаем не все ключи ключи основных компонентов мы упакуем файлы конфигурации и именно так они будут использованы компонентами вот теперь все движемся к созданию куб конфикс для компонентов прежде чем мы начнем нужно определиться с конечной точкой доступа кластерам раз у нас несколько и 5 серверов то это будет балансировщик вот его адрес мы укажем во всех конфигах определим эту переменную шели 192 168 66 30 сначала куб лет как видишь мы встраиваем его сертификаты в нот 01 . юб конфиг теперь они лежат там виде текста в кодировке base64 а сам файл в ямл формате в таком виде мы его и будем предоставлять службу таким же образом создаем куб прокси куб конфиг куб контроллер менеджер куб конфиг куб шедуле куб конфиг также создаем куб конфиг для пользователя админ нам потребуются конфиг юблета и куб прокси на рабочих нодах а конфиг админа контроллер менеджера и планировщика на узлах control plane вводим команды файлы копируются вот они и появились на control plane 02 здесь все переходим в главу номер 5 где создаем ключ для шифрования данных в покое от rest этим мы задействуем безопасное хранение чувствительных данных в эти сиди сгенерим случайную строку и закодируем ее по base64 вот так она выглядит теперь вставим ее в manifest encryption конфиг яму далее разошлем его по бастерам чтобы потом запустить его с флагом encryption провайдов конфиг куб и 5 сервера если тебе интересно как это работает я оставил ссылку на документацию и так манифесты появились на мастерах что ж на этом первая часть дема заканчивается мы создали все необходимые вещи и разослали их по будущим узлам в следующей части мы будем собирать этот конструктор увидимся в ней